Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 674. События дня. Как эпиграф. 2 Езре 4.27. Многие погибли, избились пути и согрешили через женщин. За 17 октября 2017 года. Александр Марьясов. Мир дома вашему. Да, Игнатий Тихонович, я знаю эту историю. И в курсе ее был с самого начала. Интернет, если его использовать в добром деле, полезная штука. Мне написали тогда из Потеряевки. И мы молили все за добрый исход этого дела. Но больше всего меня тогда расстроило и удивило обсуждение на форумах в сложившейся данной ситуации. Люди писали такие пасквили, вымыслы и фантазии, а чего делу даешься, совершенно не зная ни вас, ни образа жизни в лагере Стане, ни трудящихся сестер там и братьев на энтузиазме и любви к детям, и даже мнения самих детишек не слышали об их организованном отдыхе. Многие не знают и того, что вы на протяжении 45 лет без помощи государства сами были инициатором и основным организатором этого лагеря Стана, где за не такое долгое летнее время было возможно пребывание детей из разных мест России и иных государств, деткам было дано возможность здорового и полезного детского общения в духе веры православной, знакомство с деревенским бытом и ведение хозяйства и даже самим участвовать в трудах праведных и с массой общих полезных мероприятий, как рыбалка, сбор ягод и еще многое и многое. То есть это на ролик, который там было, телевидение 24, Анна Афанасьевна и другие нападали в прошлом году, Роспотребнадзор, и я выставил, дал другим послушать, что тут было. Надо сейчас даже посмотреть на какое именно. Но как ни странно, все эти писаки, в кавычках, оратовали в комментариях о правильности православного бытия и воспитания в нем подрастающего поколения, не понимая того, что своими осуждениями сами убивает то, о чем ратуют, кленя того человека, то есть вас, который уже многие годы делает и сохраняет это без вашей помощи, в кавычках. Конечно, тема эта большая. Если не вникнуть и не окунуться в нее, то со стороны можно только пребывать в недоумении осуждения. Посему, как если сам не являешься участником добрых дел в этом, людям трудно порой объяснить то, что счастье искать не нужно извне, а нужно самим быть источником его, что вы и показали своим жизненным примером, не только детишкам, но и многим, кто многие годы знает вас и труды ваши. Спаси и сохрани вас Господь, братьям низкий поклон. Сейчас я тогда войду в мой мир. Статью эту посмотреть надо. Где вот сейчас сообщение? Сообщение, где он тут был? Марьясов. Вот он. Вот. Русская народная линия. А, вот что я взял. Информационно-аналитическая служба. Православие, самодержавие, народность. Вы можете включить, и там фотографии, и все есть. Барнаул. Судят за православие. 25 июля 2016 года. В среду состоится суд над православным воспитателем Игнатием Лапкиным. В среду, 27 июля 2016 года, в Варнауле, улица Попаницев, 130, кабинет 415, состоится суд над православным воспитателем Лапкиным Игнатием Тихоновичем. В церковных кругах Лапкин известен давно. Многие годы он является начальником детского лагеря в честь священномученика Климента Анкирского вблизи поселка Потеряевка, Мамоцкого района Алтайского края. Здесь были приняты утренние молитвы и беседы священника с детьми. Когда началась вся российская проверка мест детского отдыха после Карельской трагедии, контролеры явились к Лапкину. И на основании двух нелепых доводов колодезная вода вместо проточной и раздельной доски не из того дерева закрыли лагерь. То есть не закрывали тут неточность у всех. Ну так поняли, поясняю. Я его сам расформировал на следующий день. С 17-го полиция приехала июля, 22-го, а на следующий, 18-го я его уже закрыл, полностью расформировал, обслугу, все отпустил. Истинная причина придирок, а точнее преследований, обнаружилась после того, как списки детей православного лагеря попали в прокуратуру. Как попали? Ну я сам отдал их. Попали. А та стала тормошить родителей. Вы знаете, что ваши дети молятся Богу. Немедленно заберите их домой. Нападки продолжались. Было заявлено, что в лесу неподалеку от лагеря встречаются клещи. Ни одного клеща, главное, никто не видит. И что, у вас нет медицинской книжки о санэпидемстанции. Те годы у нас было, они никому не потребовались. Мы не стали ходить, а потом стали деньги требовать за это. А в понедельник, 18 июля, в 22-го нагрянула полиция. Где дети? Не пойму, 17-го или 18-го теперь. Но те были вывезены. Не вывезены, а распределены. Детский лагерь был пус. Теперь Лапкина все равно тянут в суд. За что? Непонятно. Фактически будут судить за православие, которое не угодно масонскому блоку НАТО и особенно господину Бжезинскому. Вот куда хватили разговоры-то. В НАТО. Владимир Николаевич Осипов пишет. Глава Союза Христианское Возрождение и член Союза Писателей России. И вот на это как раз вот он, Марьясов, и отвечает. Вот теперь понятно, о чем речь идет. Пишет Артур Алехин. Но он известен. Вот наши брал ролики. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, один парадокс или феномен. Как так получается, что люди, которые любят вас, любят ваш образ жизни, ваше отношение к религии и так далее, заходят ко мне на канал и говорят, что я вас оскорбляю. После чего оскорбляют меня. Хотя мои ролики как раз направлены на симпатию к вам и защиту вас от злых языков. Так вот вопрос. Люди, которые вас любят, они что, поголовно больные и ненормальные? Иначе как может человек, не будучи больным, на голову посмотреть ролик, в котором говорится, что Игнатий Тихонович Лапкин хороший, и после этого писать, как ты посмел оскорбить Игнатия Тихоновича? А то в этом смысл есть. Сказал хороший, но это оскорбление. Это есть вот притчи православные ставят. И там какого-то артиста, я не знаю, фамилию избрали. На такой он вид у него лихой и придурковатый, как Петр Первый говорил. И там хоронят какого-то уголовника, ну, из какой-то организованной преступности. А ему сказал настоятель, а ты говори хорошее. И он хорошее стал говорить, а ему как зафитилили по глазу. То есть они поняли, что он смеется над ними. Вот так может и обо мне быть. Писать хорошее-то, а как ты посмел оскорбить Игнатия Тихоновича? Вот он вчера мне написал, я пишу ему, дорогой Артур, мир вам. Где вы так долго были? Я все ждал вашего появления. Вы бы мне сразу же и дали знать, скопировали, кто и что говорит. Я же ничего про то не знал. Прошу прощения, если как-то так вот получилось. Мне важно знать, кто и что говорил. И тогда постараюсь, чтобы этого никогда не было. Любящие сердца бывают весьма ревностны, когда видят, что их учители или друга как-то не почтили или оскорбили. Лука 9, 52. И послал Вестников перед лесом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Или Марка 9, 38. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. Итак, Артур, назовите мне этих ревнителей, чтобы я мог им что-то важное передать. И сказать им, что вы не недруг, а друг наш. Мир вам, вашему сердцу. А относительно ума, что больные, то где здорового нынче найдешь? Он мне пишет. Татьяна Федоровна. Она ему материал писала. Оставьте Игнатия в покое. Никакая это не секта. Замечательно себе живут, как и положено православным. Молятся и в поте лица пищу свою добывают. А вот вам и мне далеко до таких подвигов. В четырех утра молиться. Поститься по всем великим постам. Проявлять терпение и послушание. Игнатий Тихонович создал сайт во свете Библии. Ведет беседы по скайпу с желающим православного просвещения. Воспитывает парней. А один сам признался, что бывший наркоман. Да, любит он поучать их. А как вы хотите, если они признали его своим учителем. Но самое главное, он молится за всех нас. Православных друзей и врагов. И молитвы его быстро доходят до Господа. Это ясно из репортажей. А вам, как автору этого ролика, нарезки из чужих сюжетов должно быть стыдно. Не знаю человека обвинять его. Плагиат не доведет вас до добра. Помолитесь и попросите прощения у Бога Игнатия Тихоновича. А лучше всего снимите свой правдивый сюжет. Игнатий признан во всем мире как просветитель и популяризатор Библии. А еще он основал Потеряевку. И сотни людей благодарны ему. Пока есть такие люди в России, она способна возродиться. Александр Вех. Игнатий Лапкину, восьмой десяток. И я удивлен вами, что нашли в нем лукавство, обмана, неправильное поведение. Вы, слепцы, бельмо на глазах ваших, и не видите разницу, как устроен его быт, в каких условиях ему приходится жить. Человек, который имеет три срока, и вы не видите в нем бунтаря, который предвидел вашу жизнь и являетесь холопами. Сергей Фролов. А этот придурок, который на Лапкина гонят. Это придурком Артура назвал. Сопр какие-то. За свои ролики будешь гореть в аду. Игнатий Тихонович, святой человек, а ты урод и дебил. Артур. Отобрал самые культурные, в кавычках. А остальные с большим количеством мата. Поэтому можно обойтись без них. Если хотите, я подобные комментарии теперь буду вам отсылать. Обычно я их модерирую и не пропускаю. Но это просто удивительно. Даже если они не знают вас лично или вы их лично, то в любом случае это странно. В вашем образе жизни нет никакой агрессии. А у тех, кто подписан на ваш канал, почему-то есть. Или они обманывают себя, полагая, что извергают типа правильный гнев. Либо не знаю, что адекватного и конструктивного объяснения этому явлению нет. Невозможно одновременно любить и ненавидеть. А вы учите любви, а не ненависти. Я написал. Артур. Никого из этих не знаю и не слышал про них. Может быть, это дьявольские тролли травят друг на друга. Но мне отсылайте целиком, без купюр. Мне сюда тоже много шлют и матерят меня. Один вздумал меня хвалить. И раз, и два, и так при выиспренне. Я предупредил его раза два и занял в черный список. Так что он исчез навсегда. Мне фимиам зряшный не нужен. Артур Олегин. Хорошо, Игнатий Тихонович, договорились. Я пишу ему. Вы мне дороги. И мне было бы печально вас потерять. Артур. Спасибо за теплые слова, Игнатий Тихонович. Сердар Аташев. Ну, понятно, по фамилии, по всему, что человек, ну, не русский. Мусульманин. Я так привык каждый день получать от вас сообщения, что невольно подумал, не случилось ли чего худого с вами, или не отреклись ли вы от меня, что даже боюсь подумать об этом. Игнатий Тихонович, вы знаете, какие перемены я вижу и ощущаю это. Все благодаря Господу Богу нашему и за вашу молитву. На работе пытаюсь объяснить, что никаких левых работ не предлагать. Левых я имею в виду помимо кассы. Сейчас попытаюсь объяснить. Мы, рабочие, ремонтируем машины. Помимо нас есть еще и мастера-приемщики, которые выходят и осматривают ремонт той или иной машины. После, если клиент соглашается, открывает заказ на ряд, на ремонт, где могут указать полный ремонт, то есть все детали, или скрыть и не все детали указать. Тогда оплачиваются в кассу только те детали, которые были указаны. А те, которые были не указаны, идут в карман. Я им говорю, что это воровство. А это грех. Что мне как положено. То через кассу, то через зарплату. Было же это так, что узнавал и выбрасывал по дороге деньги. Игнатий Тихонович, можно ли такие деньги брать и отдавать кому-нибудь, или вообще не прикасаться? Ведь бывает, что узнаю после уезда машины, и мастера перекидывают мне на карточку, так как номер телефона привязан к карточке. Вот ответить. Ну, работа проделанная. Вы все правильно рассудили. Все правильно. Но вот они перечисли деньги. Ну, даже, как сказать. И обман-то вкрался, и в то же время именно это оплачено было. Вот я, через которого... Слава Иисусу Христу! Татьяна проверяет, помогает. Михаил Александрович Еремеев. Он обратился к Богу, а шофер, видимо, дальнобойщик. Ну, 1962 год еще был, советская власть в Латвии. Ну, и маловато платят-то. А они там где-то как-то дорогу прямую знают, сокращают ее, не в объезд едут. Ну, это их дело. Но дело в том, что бензин-то, когда приедут, а как же так, 300 километров, а что, бензин не тратили? Они где-то там нашли овраг, и туда съезжают, шофера и бензин сливают на землю. Ну, а потом получают деньги за те километры, которые не ехали. Он узнал про это и говорит, э-э-э, так я что, в обмане участвую? Выходит, деньги мне дают не за мои километры, а за начисленные и другие? Не пойдет так. Они говорят, знаешь, не дури. Тебе деньги нужны, тебе дали. А нет, так уходи отсюда, не мешай нам. Ну, что он должен был делать? Он говорит, я уволился, и все. Так и здесь, поговорите с ними. Ну, если уже начисленную, на дорогу-то бросать, чего там? Помочь нуждающимися где? Вот я думаю так. Ну, сказать надо вам было. От вас это не зависело, начислили ли они там. Можно не обращать никакого внимания и воспользоваться, но им сказать. Мне это не надо. Не надо. Да если где-то что-то скажи, будут судить, я так и скажу, начисляли. Я не хотел. Даже бросал по дороге их. Ну, вот я думаю, и так. Но внутри себя, понимая, по-другому пока нельзя. Уходить с работы не надо. Но предупредить это. Но никому не жаловаться. Ни мастеру, никому это ничего не даст. Просто от вас избавиться. Рустам Гусейнов. Видите, этот Рустам Гусейнов, а этот Сердар Аташов. Понятно, кто они? Игнатий Тихонович, а почему вы против монашества? И параллельно вам нравится Златоуст, который в своей жизни жил в монастыре и был монахом. Видите, и Златоуст прозвище на первом месте. Ян Златоуст. Святой Иоанн Златоуст. Его имя Иоанн. А Златоуст прозвище. Монашество, что ни шло, не проповедовало. Я за монашество. То есть монашество Мона, Мона один. Но никаких обетов не давать. Монах один. Он идет по миру проповедовать Евангелие всей твари. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Ну и монастыри для того, чтобы те, они же одинокие, Мона, и докармливать, допаивать их. Вот для чего. А Ян Златоуст как раз был таким. Он вернулся из пустыни, в монастыре, где был. И он написал тут все о священстве. А потом был и проповедник. Монахи-то ни слова. У них именно молчать. Не говорить. Ни за столом, ни по за столом. Нигде никак. А этот, он на весь мир трубил. Вот почему. Я в Яне Златоусте монаха не вижу. Я вижу в нем всемирного проповедника. Вот 12 томов сохранилось. Я их насчитывал. Вот так. Ну, во-первых, я не против монашества. Но только без каких-то клятв. Просто собрались и незенатый заботится о Господнем. Как угодить Господу. Вот я за это. А женатый, ну что, он погряз в этом дело. Детишки. Всю жизнь колотятся. И параллельно вам нравится Златоуст. Не знаю, параллельно или нет, но на главном месте. Златоуст. Хотя он из-за монашества был. Считаю, что это время такое было. Тем более, у Златоуста том разбивается на две части. Вторая часть называется «Творение, приписываемое святому Иоанну Златоусту». Приписываемое, может, он этого никогда и не говорил. А есть даже не спори, а дубио, третье. Совсем не похоже. Ну, никому не могли прислонить. Затолкали там 9-10 том. Вот так. Ну, и показать, что вчера было. Я дома сижу. Ну, что тут можно было сделать. С Володей утром рано закрыли полностью целлофаном, досками, шифером. Виноград. Маленький тут участок. Одна канава. Ну, и днем тут все. Что можно тут делать дома-то? Сидишь в городе. Один пошел, там забор надо поддерживать. Поддерживать с той стороны, прибивать. И посмотрел тут никак. А утром тут кое-что выпилили. Ножовку натащил. Ножовку подготовить. Полез тут деревья. Клен растет и сколько можно пилить. Потом пришел Володя. Пораньше выпросился. Но мы вдвоем тут начали тогда уже. И большой клен свалили. А потом выносить надо было. Носили на свалку. Откуда забирает городское. Много там. Вот. И другое. Что-то заквасилось там. Грибком поросло. Вишня всю спилили. Немножко оставили только. А время-то идет. Ну и все. Много времени я вчера потратил опять на интернет. Отвечать на вопросы. Интересное. Заходит один. И так мелькнул на экране. Я подумал, что он пьяный. Думаю, надо же вот заволокся. А он больной. Первой группы. Говорит непонятно. Из Белоруссии-то. Ему уже 58 лет. А матери 92. И она была православная. Ушла в какую-то ереси. Поговорили. И я ее попытался наставить. Вернуться. Позвать священника. Исповедоваться. Причаститься. И с миром отойдешь к Господу. И она не при... И говорит так. Трезво. Не ошибется нигде. И по делу ум светлый. Как у нас вот у Серафимы Гавриловны Плотниковой. Тоже 92 года. И такой светлый разум. Чистый. Ну вот. Это время. Заходит. Отец что-то не записывается. Еще один зашел. Не вовремя. Когда я разрешил ему прийти. Я вон. Не вовремя. Я отказал ему. Пока не заходи. Там один раз в месяц. А мне некоторые пишут. Вот он. Какой Лапкин этот. Назначает время. Когда прийти. То есть человек все время должен думать. Не опоздать. Он зомбирует через это. Привязывает. Ну то есть. Ой-ой-ой. Ничего не знает. Ничего нет. Ни имени. Ни фамилии. У них. Ни образа. Ничего нет. Это просто может злой дух. Демон зашел. Ну и вот вчера тут еще вечером. Вот это что сейчас Артур. Алёхин. И каждому надо написать. Тут еще один зашел. Интересно так. На свой ресурс он скинул. У него немецко-армянские. Там уроки идут. Армянин. Про Армению. На озере Севастя. В Севане мы были. Там я купался. Собака. И говорит. Интересно так было. Ну и тоже. Такая переписка. Бурная развелась. Это все надо написать. Получить. Ответ. Я уже не стал тут нигде ничего помещать. Так. Такие там странности происходили. Редкие очень. Вот. В переписке. С этим человеком. Вот так. Ну и день прошел. События какие. Зарядил большой ролик. Мне. Документальный. Про Великую Отечественную войну. И второй ролик еще. Тот два часа ролик с лишним. С половиной наверное. В свете. И второй. О третьей мировой войне. Там Ивашов. Вот как он видит. Это генерал кажется полковник. Он или генерал лейтенант. Ну все правильно говорит. Правильно. Только Бога никак не привязывает. Ты прочитал интервью с прокурором края по Роскуном Юрием Федоровичем. Я его никак не найду. Мы были. Ну я в хороших отношениях. Он со мной был. И он говорит о Боге. Говорит только как верующий человек. Я молился. Там. И Бог помог мне. Но явно дело это неверующие где-то. И теперь я еще буду настаивать. Найти его мне. Найти. Я к нему обращался кажется 32 раза. И он 32. Две комиссии. Потерявки было. И пастухов отодвинули. И по лагерю на меня. Нападки были в 99-м году. В 98-м. Сильные. Он все прикрыл. Ну как прикрыл. Послал заместителя. Полковник приехал. И Змеевский. Сейчас не знаю. Змеевский кажется. И все сняли. Ничего не было. Вот такое дело. Ну и показать наши ресурсы. Ну какие ресурсы. Я уже это показывал. Вот мой мир. Вот как выглядит. Восьмой десяток. Действительно мне 78 лет. И теперь уже не смотришь на время. Вот. 78. Теперь покажу еще и наш форум. Вот он как выглядит. Очень богатый форум. 2810-й день ему. Вопросы, ответы. Вот вопросы, ответы. Здесь много что. Вопросы. Ну и люди не все знают. Вот внизу еще вопросы, ответы. Просмотров 194 тысячи. 799. Ответов 3689. Это самый первый такой. И притом споров никаких нет. Вопрос задают и разговаривают. Вообще нет. И наш православный видеоканал. Вот он. Вот сегодня я тут тоже вставлю по пять роликов каждый день. Вот сколько уже времени идет. И Игнатов уезжает домой. 23 просмотра. Вот события дня. Ну и большой во свете Библии православный библейский сайт. Вот так. И тут вопросы. Самые ценные вопросы. 4124 ответы. И из одной из папок. 55 папок разбиты. Я беру по одному вопросу по утрам и выставляю. Вопрос 3860. 26-й том. Открытым оком. Это книга моей так называется. Их 33 тома. Видимо, самая сильная сторона в христианстве – прощение к врагам. Хотя сначала кажется, что это самая слабая сторона христианства. Подставить щеку. Но мировая история подтвердила ли, что только благодаря всепрощению можно устоять и победить? Вот какие вопросы? Это я за кафедрой в университете, студенты вопрос задают, там и профессора, и кого только нет. Ответ. Слово «победить» нужно понимать не в мирском плане, а в духовном. Человек устоял в мучениях, его сожгли, и он как бы погиб. А на самом деле он победил и торжественно возвестил самому Богу, что он верен. Откровение, 2 глава, 10 стих. Ну, я не знаю, как кому понятно это, когда я вот это делаю и выделяю, что я люблю очень Слово Божие. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Это 26 том, я отвечал по поэтам, 300 поэтов за 300 лет, что сказали по данной тематике. На шум порой, что после боя, когда раздастся ясный звук от боя, уходят сомкнутые убылью ряды, повсюду видятся кровавые следы. В траве помятые лезвия мелькают, здесь груды мертвых, эти умирают. Идет, прислушиваясь звуком санитар, дает священник людям отпущение, Слоится дым последнего кождения, а птичка Божия является ценный дар, чудесный дар живого песнопения. Присев на острый штык, овощенный в крови, поет счастливое о мире и любви. Случевский. И после каждого поэта, как всегда, ставили эпиграф. Римлян 12.20. И так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не броните вы музу мою, я другое не знал и не знаю. Не минувшему песню я слагаю, а грядущему гимны пою. В незатейливой песне моей я пою о стремлении к свету. Отнеститесь подружески к ней и ко мне, самоучке поэту. Пусть порой моя песнь прозвучит тихой грустью, тоскою глубокой. Может быть, вашу душу смягчит стон и ропот души одинокой. Не встречайте же лурмузу мою, невнимательной и безучастно. В этой жизни, больной и несчастной, я грядущему гимны пою. Вот такое стихотворение, такая экспрессия в нем. И кто? 1890 год. Максим Горький. Алексей Максимович. Он стихи писал, не только прозу. Марка 12.34.43-44. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, истина, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Не убивайте голубей. Их оперение белоснежно, их воркование так нежно звучит во мгле земных скорбей. «Где все льтузко и мятежно, не убивайте голубей. Не обрывайте васильков, не будьте алчны и ревнивы. Своё зерно дадут вам нивы, и хватит места для гробов. Мы не единым хлебом живы, не обрывайте васильков. Не отрекайтесь красоты, они бессмертны без курений. Она бессмертна без курений. К чему есть слава песнопения и ваши гимны и цветы? Но без неё бессилен гений. Не отрекайтесь красоты. Мира лохвицкая». Интересно, такие вот редкие поэты, я бы их не знал, но я благодарен уже и посмертной при жизни Евгении Евтушенко. Это благодаря ему я сумел двадцать шестой том издать. Триста поэтов. И фотографии их есть. Бытие восемнадцать семь. «И побежал Аврам к стаду, и взял телёнка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Михея один шестнадцать, снимись с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расшири за них лысину, как у куленяющего орла, ибо они переселёны будут от тебя. Николане двора, зипун весь пожиток. Эх, живи не тужи, умрёшь не убыток. Богачу дураку из казной не спится. Бобыль гол, как сокол, поёт веселиться. Он идёт да поёт, ветер подпевает. Сторонись, богачи, беднота гуляет. Рожь стоит по бокам, отдаёт поклоны. Эх, присвистни, бобыль, присвистни, бобыль, слушай лес зелёный. Уж ты не плачь ли? Уж ты плачь ли не плачь, слёз никто не видит. Орабей, загорюй, курица обидит. Уж ты сыт ли не сыт? В печаль не вдавайся. Причешись, распахнись, шути и улыбайся. Поживём да умрём, будет голь пригрета. Разумеет, кто умён, песенка допета. 1858 год, Никитин Иван Савич. Вот интересно, церковь здесь Покровская была одна, и на улице Никитина. Вот такого человека, как будто специально избрали тут. Псалом 33, 10. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет тут скудости у боящихся его. Филипписам 4, 12. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всём. Насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Никогда ни о чём не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою из скомков. С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что усвящиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за всё вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чём не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берёт он из вашей души. Никогда, никогда ни о чём не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но ещё гениальнее слушали вы. 1977 Андрей Дементьев. Вот видите, как всё к месту здесь. Вот я считаю, что это поэт. Бытие 45.5. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Еремея 22.10. Не плачьте об умершем и не жалейте о нём, но горько плачьте об отходящем в плен. Ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Вот он говорит, не жалейте, не жалейте, там то другое. Ну как не жалейте? То есть, тут слово-то можно так. Что, не жалейте и всё? Нет. Жалость, если пожалел об этом, приносит покаяние. Тут надо всё, подправку ему сделать. Никогда ни о чём не жалейте. Ну как не жалейте? Я жалею, что гнал церковь, не достоин называться апостолом. Он жалеет об этом. Жалеть, то есть, сожалевать об этом. Вот как смысл. Это не поверхностно. А вот он тут не говорит об этом. В новой жизни заря и тепло и светло, О добре говорим, негодуем на зло. За родимый наш край наше сердце болит, За прожитые дни мучит совесть и стыд. Вот как раз здесь и говорится, что жалеет. Что нам свесть не даёт, держит рост молодой, Так и сбросил бы с плеч этот хлам вековой. Где же вы, слуги добра, выходите вперёд, Подавайте пример, поучайте народ. Наш разумный порыв, нашу честную речь, Надо в кровь притворить, надо плотью облечь. Как поверить словам, по часам мы растём. Закричат «помоги» через пропасть шагнём. В нас душа горяча, наша воля крепка, И печаль за других глубока. А приходит пора добрый подвиг начать, Так нам жаль с головы волосок потерять. Тут раздумья и лень, тут нас робость возьмёт, А слова на словах соколиный полёт. 1857 год, Иван Савич Никитин. И здесь «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13. Псалом 71.12. «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетённого, У которого нет помощника». Лука 18.7. «Бог ли не защитит избранных своих, Вопиющих к нему день и ночь, Хотя и медленность защищать их?» Вот здесь бывает так, что один писал стихотворение, Кто, может, знает этого поэта. «Когда трагический актёр, Увлекшись гением поэта, Выходит дерзко на позор Мишурной мантии Гамлета, Толпа, любя обман пустой, Кищаяся мнимым состраданием, Готова ложь почтить слезой И даровым рукоплесканием. Но если, выйдя за порог, Нас со слезами встретит нищий, И прах, целуя наших ног, Попросят крова или пищи, Глухие к бедствиям чужим, Чужой нужды не понимая, Мы на несчастного глядим, Как на лжеца и негодяя. И речь правдивая его, Неподслащённая искусством, Не вырвет слёз ни у кого, И не звонует сердца чувством, О, род людской, Как жалок ты, кищаясь своим поддельным жаром, Ты глух на голос нищеты, А слёзы льёшь перед фигляром». Вот сами узнаете, кто это сказал. Ну, на сегодня всё.